Доброе всем утро! Немного погоди в Испании. Ни хрена не видно! Не вижу, куда еду! Ой, даже камера не фокусируется. Мамочки! Без дну! Я при таком тумане еще ни разу не ездила. Конечно, на улице 26 градусов днем, ночью 9. То есть за буквально 2 часа температура поднимается. И в общем, трындец-кобздец. Смотрите, что творится. Ужас! Ёжики в тумане! Ну ничего, мы прорвемся! Я знаю, что впереди едет машина. Я ее видела! Так вот! Ой, тут надо быть аккуратнее. Потому что здесь у нас... Ой, страшно! Как? Вдруг они меня не увидят? Хотя у меня все включено. Мама! Друзья, где-то здесь мне уже надо будет поворачивать. А где я фига? Не знаю, не помню. Ой, блин! Вообще, чем ближе к морю, тем больше туман. Ужас! Вообще, вы смотрите, что творится. Пипец! Смотрели, вот где я живу? Вообще, мы вышли из дома, там вообще нет тумана. Выехала на дорогу, и все. Так, мне здесь где-то поворачивать уже. Уже где-то здесь! По-моему, здесь. По-моему, да. Охренеть! Вы даже ничего не видите! Я сама ничего не вижу. О-о-о-о! Офигеть! Там у нас станция осталась. Вообще! Я доехала. Вы знаете, в городе как-то не так туманно. А вот как выезжаешь, где нет никаких домов, ничего там вообще. И такое, ну, ничего такого. Ну, вот, чтобы я машину вожу, уже лет 9, наверное, 8. И вот в такой туман я еще ни разу не попадала. Вот. Потому что я и на работу езжу. Уже сколько? Уже так время быстро летит, что я даже не помню, сколько я уже в своих парикмахерах. По-моему, лет 7, наверное, уже. Вот. То есть каждый божий день, да, а то и по 2 раза в день. И вот такой вот туман еще. А я очки взяла, такая деловая, говорю, чтобы солнце в глаза не светило. Но это все разветрится. Сейчас вот время пройдет. На улице, правда, это влажность такая и холодно. Ну, потом все равно 25 градусов обещать, представляете. И вторая половина февраля тоже такая теплая будет. А мне, если честно, уже и не хочется зиму. Да ну его нафиг. Такая погода адекватная, классная. Вот. И что хотят сказать. В общем, да, вот так вот у нас. Ежики в тумане. Видите, здесь ничего нормально. На дорогу выезжаешь вообще ничего не видно. Но я доехала. Потом еще нужно к врачу идти. Не знаю, как все это сделать. То ли доехать, то ли дома машину оставить. Потому что там, где поликлиника, там парковки вообще нет. Там ее бесполезно искать. Мне легче дома оставить машину, пешкарусом быстренько дойти. Ну, там далековато, конечно, но и можно быстренько. В общем, посмотрим. Наверное, так и сделаю. Пешкарусом пойду. Сейчас вот тут будет Чарли кошек искать. Потому что здесь кошек много. Смотрите, смотрите. А, уже нашел один. Вот так он любит кошек. Ой, убежали, убежали. Все. Нет кошек. Туман. Уходить не собирается. Все такое же. В общем, да. Я еду домой. Потом. Многоцелы. В больницу. Отвезу машину. В общем, прячу за рецептами. Как-то так. Сойти с ума. Прикоснуться к убал. И никому я тебя не отдам. Ну нет, дорога уже более открыта. Туман, он есть, но наверху. Зато я разобралась, где у меня это, антитуман. Или как там его называть-то. В общем, свет антитуман, наверное. Антинебло здесь называется. Я так думаю, что я разобралась. Я когда техосмотр проходила, помните, я сама проходила. Есть видео на канале. И он мне говорит такой, типа, включи антитуман. Я говорю, а где он? Он меня включил. Надо было у него спросить, а где это? Ой, не могу. И смех, и грех. Друзья, ну удивительно. 10 минут. Солнышко. В нашем городе солнышко. Представляете? Удивительная страна. И вообще. Я кайфую, двигаю телом. На-на-на-на-на-на-на. Я кайфую, двигаю телом. На-на-на-на-на-на-на. Помните такую песню? Я помню. Кстати, вы носите вот так же сумки. Вот в эти штуки проваливайтесь. Вы открепляете, и она никогда не сваливается с плеча. Вот такой лайфхак. Вы так же делаете или нет? С пакетиком эту. Очень удобно, кстати. Точно знаю, что она не свалится. Кстати, почему вот я хожу за рецептами к врачу? Можно бы было свободно купить, да, таблетки, не ждать там их. Врача, ничего такого. Просто в Испании очень многие таблетки выписываются только по рецепту. И даются они только по рецепту. То есть нельзя вот так пойти и сказать, хочу там антибиотики. Нифига, антибиотик вообще не дают. Только рецепт. И никак иначе. А платим, я уже рассказывала, что платим где-то, ну, копейки в общем, на стоимости. Я не знаю, как типа рассчитывают они там. Но выходит очень дешево. Поэтому без рецепта никак никто вам не продаст. У нас есть одна, у мужа, друг работает в аптеке. У него своя аптека. Ну и даже там требуют рецепт. То есть они, если продали эти таблетки, то, а как вы их продали, могут их ай-яй-яй. Поэтому антибиотики здесь очень редко. Ну, если надо, выпишут. Ну, вот так вот всем. Первому встречному поперечному вы их не добьете. Сначала вас будут лечить. А только в крайнем случае выпишут антибиотики. Поэтому приходится ходить за рецептами. Ну, рецепты, вот, например, от давления, я уже их давно пью, мне выписывают на полгода. Поэтому нет проблем никаких каждый полгода сходить там быстренько и все. В общем, как-то так. Кстати, батат, сладкая картошка у нас уже продается готовая. Выпеченная. В обычный фруктовый магазин захдешь, и можно ее купить и не готовить дома. Потому что она уже продается готовая. Удобно-удобно. А я такая красивая сегодня. А я такая красивая сейчас. Какая мадам Брошкина. Скоро же Сан-Валентин. Смотрите, роза как у меня. Помните? А вот такая синяя, 34 евро. Классная. Красивая. Но у меня уже такая есть. Там с медвежонком. А вот как моя... Нет, моя даже большая. Вот эта. 45 большая. Вот такая. Большая 45. Но моя больше. Класс. Это цветочный магазин. Орхидеи. Красота. О, смотрите, композиция. 28 евро. 23 вот такие. В общем, люблю цветы. Красиво. 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 Ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво. Ты ушла из нее. Это вот у нас церковь. Так хлеб оставляет. Видите? Потому что здесь хлеб развозят каждый день. И чтобы вот не стоять. Не ждать. Так. Да. Это вот церковь. Сюда батюшка приезжает. Украинский. Наши веры. Ортодокс. Христиане. Уже забыла, какой я веры. Ортодокс. Христиане. В общем. В этой церкви делают службы. Я раньше ходила. Он приезжает. По-моему, раньше приезжал. Сейчас даже не знаю. Два раза в неделю. Ой. В месяц. По воскресеньям. И проводит службы. На украинском. Вот. Ну, там все понятно. Я раньше ходила. А потом что-то как-то забросила. Забросила. Не знаю. Вот такая красивая церковь. Большая. Когда Пасха, тут тоже службы проводятся. Ну, вы знаете. Я... Ну, ладно. Не буду. Это отдельная история. Когда будет Пасха, тогда я расскажу. Ну, так красиво. Это у нас площадь. Главная площадь города. Мэрия. За моей спиной мэрия. Там сидит товарищ. Товарищ мэрша. У нас женщина-мэрша. Нетрадиционной ориентации. Да. Она. Она. Она это. В общем, да. Не важно. Какой она ориентации. Главное, что она уже, по-моему, второй или третий срок. То есть ее выбирают постоянно. Значит, хорошо делает свои дела. Вот мэрия. Там разные дела делают. Ну, как везде. В каждой администрационной. Администрационном здании. А это у нас театр. Театр. А вот это вот здесь. Это место для пенсионеров. Где они собираются. Играют в карты. В домино. Можно там же также кофе попить. Пообщаться с друг другом. Выиграть в другие. В общем, да. Чтобы по улицам не шататься. Они там собираются. И проводят очень здорово свое время. Это театр. Кальдерон. Так, там у нас... Ой, я уже думала, на какашку наступил. Там у нас муниципальный рынок. Рынок у нас есть два вида. Который проходит по пятницам и субботам. По пятницам и вторникам. Там обычно... Вот я была в прошлый вторник. Там вам показывала. И другой рынок, где продается мясо, рыба. Кстати, сегодня вторник и есть рыба. По понедельникам в Испании рыба не продается. Потому что в воскресенье рыбаки, они отдыхают. И логично, что рыбы нет. Но сегодня вторник. Хотя время уже позднее. Может быть, не разбежались. Вот видите, муниципальный рынок Сан-Агустин. С 1955 года. Вот вам немного рынок покажу. Мясо, фрукты, овощи. Все на свете здесь есть. Пахнет, как на обычном рынке. Вот видите. Тут сначала идут овощи, потом мясо. Потом... А потом вот там уже в конце рыба разная. Свежая. Только что выловленная. Видите? О, моя тут и почистят, и помоют. Уже почти все продали. Вот на той стороне тоже рыба. Но ее уже практически не осталось. Самое свежатенье. Вот. Я раньше жила рядышком. Вот в этом доме. И мы... Я приходила сюда за рыбкой покупать. Сейчас далековато живу, поэтому... Поэтому покупаю в Меркадуни. Там тоже хорошая рыба. Потому что она почти с нашего порта. Например, в Меркадуни. Я знаю, что там много нас продают рыбы, выловленные на нашем берегу, нашими моряками. Все, я почти пришла уже в поликлинику и домой. Кушать хочется. 7-7, откройся. Муж потерял меня. Да выключайся ты. Кушать хочется. Сейчас пельмени из себя творю. Знаете, у нас есть соседи, под нами живут. Дикари какие-то. Вообще мы здесь не привыкли вообще в Испании, чтобы не здороваться. Знаете, особенно соседи. То есть, когда выходишь из дома, то даже здоровый системец, как будто не знаешь. А эти, знаете, знаете, какие-то. Они в ответ тебе скажут, как будто какое-то одолжение делают. Дикари. Потому что я уже настолько привыкли, чтобы все здоровые системы, что когда-то не здорово, но как-то... Смотрите, у нас еще не совсем рассеялся туман. Целый день он так вот стоит, особенно над морем. И, в общем, как бы не так тепло, как вчера. Ой, смотрите, а там то ли утки, то ли что. Где, где? Где? Вот. Косяком летят. Красота. Ну, это, наверное, утки, да? Утки или гусь. Ну, гусей здесь как бы нет. Я ни разу не видела гусей, чтобы прилетали гуси. А вот утки, да. Тут много прилетает. Так вот, я знаю, что косяками вылетают. А какие еще птицы, я даже не знаю. В общем, да, гулять вышли. По нашему маршруту постоянному. Вернее, наоборот. Потому что я всегда возвращалась сюда. Они... А вот там парк. С парка начинала. Ну, я уже говорила, здесь собака невоспитанная. Выходит, как раз в то время, когда я возвращаюсь. И, в общем, чтобы избежать этой встречи. Зачем провоцировать, правильно? Если можно избежать чего-то. Я вообще стараюсь избегать каких-то... Если можно, какие-то ситуации такие, которые мне не по душе, мне не нравятся. Если их можно избежать, то я лучше избегу, чем какой-то конфликт выстраивать или еще что-то делать. Нервные клетки не восстанавливаются. Хотя, сейчас уже где-то читала, что нервные клетки восстанавливаются. Представляете? Ой, уже научные эти, как их называют-то, исследователи не знают, что исследовать. И придумывают уже то одно, то другое, то третье, то десятое. В общем, да. И кому верить, фиг его знает. Ладно, пошла я. То время идет, а я лялякаю. С Чарли вышли на пастбище. Кто коров выгуливает, вот таким образом, а я собаку. Смотрите, там какое солнце, я когда вышла. А здесь уже все, ежики в тумане. Уже нифига, здесь солнца нет. Вот эти собаки хорошие. Эта девочка русская. По крайней мере, по-русски говорит. А бегут, как будто сейчас напугают. Но они хорошие. Какие? О, е! Ну, бэ! Ну! Я уже пришла из спортзала и совсем забыла про вот эту маску-то. В Приморье покупала, по-моему. Которая блестит и застывает на лице. И вот я хочу сейчас ее нанести. Она вроде как очищается. Но мне так кажется, что все маски, которые вот этой вот такой пленкой, они все очищающие, да? Тут по-нашему не написано. По-нашему. По-нашему испанскому. Поэтому что-то понять тяжело. Для чего она и как? Ну, намажу. Блестит. Буду блестеть. Она такая блестючая, такая красивая. Смотрите. Надеюсь, вы увидели. Я сегодня увеличила еще вес. Я теперь приседаю с 15 килограммами. Завтра, наверное, не встану. А начинала с 2 килограмма. Было всего, представляете? 2 килограмма. А сейчас уже 15. Пипец. Но они незаметны, когда для приседаний, хоть сколько ты там наложи, их незаметно. Даже приседать более лучше. Потому что тебя к земле тянет. Завтра посмотрим, как я встану. Ой, блин, я забыла, что на брови не надо. А то с бровями все оторву нафиг. И завтра проснусь. Какая завтра? Проснусь. Вы увидите меня без бровей. Хочу потолще намазать. Чтобы нормально снимать ее потом. Ой, что-то у меня все маски блестючие. Люблю все, что блестит. Как сорока. У меня завтра опять химия, представляете? Так я ее не люблю. Но опять завтра химия. Целый день с ней провозишься. Никуда не денешься. Зато денюжки нормальные с химией. На улице такой этот туман, что прям вот я пришла. У меня вся куртка сырая вообще. И дышится прям, знаете, так вот влажно-влажно. 84% влажности очень трындец какой-то апокалипсис. Прохладно 13 градусов сейчас. Ну, сейчас время 10 час. Так что вот так, друзья. Масочка уже будет сейчас на мне застывать. Разговаривать уже не смогу. И пока она мне будет застывать. Я, кстати, сегодня подстриглась немного. Вы заметили? Если заметили, пишите в комментариях, где и в каком месте я подстриглась. Не-не-не-не. В том нет. На голове. А то мало ли подумайте. Вы шаловливые, наверное. Такие же, как и я. Вот. Ой, уже засыхает. Так что встретимся с вами завтра. Всего вам самого лучшего. И всем вам пока-пока.